Губернатор Виктор Назаров предложил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за нечищенных дорог. С начала зимы в адрес мэрии инспекторы ГИБДД вынесли уже более 400 представлений о ненадлежащем состоянии магистралей. Из-за снега и льда растет аварийность, а пешеходы получают травмы. Ольга Качкурова продолжит. Пенсионерка Людмила Выдарина еле сдерживает слезы. Трое ее маленьких внуков встречать Новый год будут без мамы. Дочь Людмилы Георгиевны, Елена, поскользнулась на льду, выходя из маршрутки и сломала голеностоп. В итоге госпитализация и операция по установке аппарата Елизарова. Сегодня, 27 декабря, в 9 часов операция. Еще не знаем, что. Внучок вообще ранимый, он забился в уголок, пока папа на руки не взял. Плакал. А где мамочка, а где мамочка. На остановке ДК Малунцево, где 25 декабря амичка Елена Сергеенко сломала ногу из-за гололеда, сегодня активно работает спецтехника. Связана ли такая тщательная уборка с несчастным случаем, предположить сложно. Однако накануне на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения мэр Омска Вячеслав Двораковский заявил, что у этой зимой состояние улиц Омска гораздо лучше, чем в прошлые годы. Спросим о мечей, заметили ли они разницу. Скользко на улице? Очень даже, плохо убирает. В городе убирают хорошо? Здесь нормально. А везде? Трудно сказать. Очень, очень скользко. А где? Да везде. Недавно только стали чистить аллею, и улицу Андрианово начали чистить недавно. Ходить невозможно было. Вот в таких сапожках. Возле образовательных учреждений тоже не мешало бы, потому что в саде ходим за ребенком, там тоже скользко. С мнением о мечей, согласные в ГИБДД, из-за снега и льда растет аварийность, а вместе с ней количество предписаний о неудовлетворительном состоянии дорог, направленных в администрацию города. С ноября таких документов уже более 400. В отношении более чем 100 должностных лиц, ответственных за содержание проезжей части, в безопасном для движения состоянии, возбуждены административные дела производства. За невыполнение законных требований и предписаний сотрудников госавтоинспекции в отношении пяти должностных лиц составлены административные материалы и направлены в суд для принятия решения. С тем, что состояние городских магистралей далеко от нормального, согласен губернатор, он предложил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации, что позволит выделить на расчистку дополнительную технику. Однако в мэрии уверяют, пока таких мер не требуется. Ольга Качкрова, Александр Лысак. Новости здесь. Омск.